Ребят, доброе утро! Всех приветствую! С вами сегодня Лилия Донскова. У нас сегодня планерка нашего проекта «Карьера онлайн». Будем планировать результаты девятого каталога. И прежде чем начать планировать, я хочу поздравить по итогам восьмого каталога. У нас первый шаг к стартовой программе. Прошли два мужественных человека. Это Мартаян Майкл и Кураева Татьяна. Ребята получают в подарок. Уже получили парфюм «Экла» шикарный. И за шаг один получают крем медовый, такой большой бочонок. И кусочек шикарного кремового мыла. Третий шаг в стартовой программе. Прошли два человека. Это Кузнецова Виктория и Стагнеева Кристинка. А я знаю, что Кристина даже еще и в премьер-клуб вошла со 150 баллами. Тоже ребята получат на выбор уже подарок. Любой или парфюм на выбор, или уход за лицом антивозрастной. Я хочу поздравить всех участников премьер-клуба. Ребята, кто себя видит, давайте ставим плюсики, восклицательные знаки. Я вас поздравляю, потому что быть в премьер-клубе выгоднее всего. Потому что участник премьер-клуба получает уже доход. Как минимум это за личный товарооборот. И со 150 баллов еще и уже от 3% получаем товарооборота организованного. Поэтому у нас много, и мы в тельняшках. У нас пришло много новичков в восьмом каталоге. Некоторые из них еще не разместили заказ. И давайте им напомним. Вы слайды видите, кстати? У меня что-то крутится, как будто вы их не видите. И давайте напомним нашим новичкам, что если они сделают единовременный заказ в течение 21 дня, с момента регистрации, на 50 баллов, то они получат в подарок шикарный парфюм Eclat Weekend. Один из моих любимых ароматов. И у нас таких новичков много. Мы видим, что двое уже получили. Это Сергеева, Дарья и Михайлова Яна. Они уже точно получили этот парфюм, потому что у них баллов больше 50. Давайте поможем всем быть с подарками, потому что это очень выгодно. А для тех новичков, которые к нам придут в этом каталоге, который стартовал уже вчера, и если они разместят единовременный заказ на 1000 рублей в течение 72 часов с момента регистрации, доставка заказа и сама регистрация будут бесплатные. Это первое. Второе. При заказе на 50 баллов им в подарок идет туалетная вода Эльве Фрелли. По-моему, правильно прочитала Фрелли. Такой аромат нежный. Мне он напоминает аромат сирень или акация. То есть он такой женственный, мягкий, очень создает шикарное настроение. То есть это аромат цветочный. Так что новички получат у нас такие классные подарки. Также они могут участвовать в стартовой программе, пройти все 4 шага и собрать 4 набора, достаточно таких шикарных. Сумма наборов примерно 12, по-моему, тысяч чем-то. Итак, для всех, это не только для новичков, это для нас с вами, для тех, кто давно, кто любит аксессуары, хочет новую косметичку. А я очень хочу новую косметичку и сумочку. И мне прям вот очень, я присматривалась даже в магазине, у меня есть клиенты в магазине Медведково, где очень огромный ассортимент сумок. Я прямо смотрела на рюкзачок именно такого цвета и чуть его не купила. Но думаю, нет, я буду ждать. У нас в компании обещали выпустить новые рюкзачки. И представляете, вот моя мысль уже материализовалась. Действительно волшебная компания. Что нам нужно сделать, чтобы получить эти аксессуары? Если вы в девятом каталоге разместите заказ на 50 баллов, то в девятом уже можно будет, то есть в десятом уже можно будет забрать косметичку за 99 рублей. Отличная цена. Если вы еще и в десятом разместите заказ на 50 баллов, а я думаю, что это легкая задача, легко выполнимая, то в одиннадцатом забираем сумочку через плечо за 199 рублей. Это первые подарки. Следующее. Если вы хотите рюкзачок, чемодан и новые часики, то вам нужно стать спонсором, то есть начать приглашать в команду к себе друзей. То есть здесь мы сразу двух зайцев ловим. Первое. Увеличиваем свою команду, ищем партнеров. Второе. Получаем подарки. Итак, за рюкзачок нужно пригласить два человека, которые пройдут первый шаг стартовой программы. То есть обязательно зарегистрировали в период до 4 августа. Обязательно. Если человек за 21 день набирает 100 баллов, два вам нужно таких, то вы получаете в подарок, в сумку, рюкзак. Круто? Пишите вашу реакцию, ваши отзывы. Нравится? Если у вас будет таких 4 друга, которые пройдут первый шаг стартовой программы, вы получаете вот такие шикарные часы, тоже такой розово-кремовый цвет. Если же вы четверым друзьям поможете пройти все 4 шага стартовой программы, то есть они с первого по четвертый все шаги пройдут, их будет 4 таких друга, то вы получаете чемодан, роскошный, шикарный чемодан для путешествий. Нравится акция? Но это еще не все. И вы можете стать участником путешествий, клуба путешественников, то есть присоединиться к этим людям, которые летают по разным странам и своими глазами изучают мир, а не по карте. Что нужно сделать? Чтобы получить подарочную карту от Coral Travel на 200 тысяч рублей, мне кажется, там даже не одно путешествие, а целых два и три даже можно путешествия получить, учитывая, что сейчас такие цены приемлемые на поездки, нужно по четверым людям в период с 24 июня по 4 августа пригласить и мотивировать их сделать по 50 баллов заказ. То есть ребята получат парфюмы, получат возможность пройти стартовую программу, получить косметичку-сумочку, а вы получаете возможность принять участие в розыгрыше вот такой подарочной карты и использовать ее по своему уже вкусу, на свой выбор. Участник подарочной карты, обладатель, будет объявлен 28 августа на сайте Арифлейм. То есть это уже быстро, это скоро. Я думаю, что за два месяца работы, за два каталога, вполне можно осилить 4 человека с 50 баллами пригласить. Согласитесь, что это несложно. И самый главный вопрос, сейчас мы переходим уже к серьезным вопросам, это планирование каталога. То есть как научиться составлять план действий, распределить свое время так, чтобы у вас пошел карьерный рост. Конечно, если вы этого хотите, если вам нужно, то это сделать несложно. Задайте себе вопрос, в первую очередь, а что изменится в моей жизни, если я, например, стану директором, если я соберу команду, помогу людям тоже выйти на серьезный хороший уровень дохода, а что изменится в моей жизни, если я стану бриллиантовым директором, и мой доход будет уже от 200 тысяч в месяц. Что изменится в моей жизни, если я уже буду три раза в год путешествовать за счет компании? Как я буду жить? Что будет со мной происходить? Стоит ли ради этого преодолевать все свои страхи, сомнения, отговорки близких, неверие, отказы, блокировки страничек? Стоит ли это? Ребята, если вы ответите на этот вопрос положительно, что вы хотите перемен, что вы к ним готовы, то вас точно никто не остановит. И у вас все получится, как получается у очень многих людей. Я сегодня специально в чат скинула две истории успеха, их очень много, их там скидывают сотни, сотни историй, поздравлений, что просто аж голова кругом идет. Каждый день нужно задавать себе вопрос, что я сделала, чтобы получить результат? Что я сделала? И следующий вопрос, а что я могу сделать еще лучше? Что я могу делать лучше каждый день? То есть вечером, когда я ложусь спать, я спрашиваю, что я сегодня сделала? И я прям проставляю плюсики, у меня такой вот листочек на неделю. Каждую неделю я заполняю план и ставлю вечером, что выполнено. Или в течение дня что-то сделала, сразу пишу, сделано, плюсик там или сколько штук. Вечером я себя спрашиваю, я довольна? А что я могу еще лучше делать, чтобы пошел результат? И знаете, вот это дает огромное количество энергии, осознанности. И когда мы это все анализируем, все действия, то появляется четкий маршрут, как карта, понимаете? Не просто набросок, что вот можно, если в ту сторону пойти, то можно туда-то прийти, может быть, а может быть и нет. Когда мы делаем действия, анализируем их, ставим новые планы, думаем над тем, что можно делать еще лучше, ребят, прорастает четкая дорога, по которой вы потом можете провести людей. И это очень круто, очень прикольно. Надо отвечать на все вопросы. Что я сделала? Какие цели достиг? Какие цели на следующую? Что можно было сделать лучше? И как это использовать в неделе будущей? Вот эти вопросы прям все скрины делайте, потому что записать, может быть, не успеете, кто-то медленно пишет, кто-то быстро. Делайте скрин, сохраняйте. И потом посидите, подумайте над этими вопросами. Потому что это очень важно, создать себе такую четкую-четкую инструкцию, для действий. Вам понадобится вот такой слайд, надеюсь, вы его видите, на котором изображены у нас все уровни по баллам, по сумме товарооборота, по выплатам, на каждом уровне до директора, до 22%. Потому что очень важно научиться. Вот этот весь период, пока вы идете до уровня директора, этот период мы называем обучающий. Это как в университете. То есть пришли на первый курс, получили первые книжки, тетрадки, начинаете учиться писать, читать. Потом переходите на новый курс. Когда вы получаете диплом, в университете 4-5 лет нужно своей жизни потратить. В Арифлейм этот диплом, это звание директор. То есть если вы его получили, если вы сами создали свою команду, вы можете считать, что вы истинный предприниматель. Потому что это неоценимый, бесценный опыт, бесценные знания. Если вы сможете создать команду, а чтобы ее создать, вы можете только сами себя настроить на это, только сами организовать свой день и заставить себя делать. То есть не то, что даже заставить, а найти такую мотивацию, которая даже будет все легко. Не надо себя заставлять, ломать. Вы не будете расстраиваться и огорчаться, если будет что-то идти не так. Если, например, бывает такое, что раз взлетели на какой-то уровень, а потом раз назад откат. Вы не будете расстраиваться, потому что вы проанализируете и поймете, где-то были недоработки, где-то вы что-то не так сделали, что-то упустили, не дали вовремя людям информацию. Поэтому и пошло вверх-вниз. И чтобы был стабильный рост, нужно все время правильно иметь мотивацию и делать ежедневные действия. Потому что чем отличается лидер растущий? Тем, что он постоянен. У него нет таких перерывов на несколько дней. Он постоянно делает путешествия, на отдыхе, в больницу ли он попал. Он все равно с телефоном и будет делать, и приглашать, и приглашать. Он не остановится. Следующее. Сколько должно быть ключевых партнеров на каждом уровне? Вот этот слайд вам пригодится, потому что это важно понимать. То есть если нет роста, например, застяяли на уровне 6%, это значит, что у вас нет ключевых. Нет партнеров, которые тоже хотят расти. То есть вы выйти на уровень 12% можете, если у вас хотя бы 7 человек есть, которые тоже хотят роста, у которых есть цели, мотивация и есть желание двигаться. И они делают. Вот если у вас есть такое количество людей, значит, вы движуху организуете. Далее, сейчас я вот эти слайды пролистаю, потому что они достаточно сложные. Нужно поставить правильный план. Я всегда рекомендую делать таблички, потому что в них наглядно лучше видно. Можно все отметить, все подредактировать, легче анализировать, смотреть, что было сделано, что не сделано, какие действия не дали результаты, их можно отменить, а больше усилия прилагать там, на те действия, которые дают хороший результат. Для этого нужна табличка. То есть ставим себе план, что нужно сделать. Первое – это переписать все, что вы сделали в прошлом каталоге. То есть взять, вызвать инфолист, если у вас уже есть команда. Если команды нет, значит, вы с чистого листа стартуете. У кого есть команда, вы берете первое, вы пишете итог каталога номер 8 и заполняете все графы, сколько был товарооборот личный, командный, сколько вы пригласили, сколько всего по команде, какой переход людей, что они не просто пришли, они включились в работу, включились, да, стали потреблять продукцию, начали обучение проходить. Мы это все смотрим. Да, какая активность, сколько процент того, того, того. И начинаем составлять план на новый каталог. Не надо ставить планы слишком глобальные. Лучше перевыполнить в три раза, чем в три раза не выполнить. Поверьте мне, энергетика падает, если у вас там, там, там провалы. Лучше тут вы перевыполнили, тут, тут, везде пошел рост, подъем. И, естественно, внутренняя мотивация будет усиливаться, уверенность будет расти. И легче будет делать любые действия. Поэтому ставьте себе простые, четкие планы. Например, если вы новичок или стартуете вообще без команды с нуля, то ставить за один каталог новый уровень, например, 12% – достаточно серьезный вызов. Можно сделать? Можно. Ребят, это реально люди за каталог директорскую квалификацию делают. Но для этого нужно понимать, что придется попахать, нужно будет вовлекать в теплый круг, активно приглашать людей, знакомых, потому что с холодным рынком, через соцсети быстрый рекрутинг не получится. И если вы готовы это делать, и будете делать, и у вас уже есть четкий план, кому вы пойдете, кому позвоните, как познакомиться с своим наставником, если вы уже прошли школу и знаете, как и что делать, то, пожалуйста, ставьте себе планы более такие, как это сказать, крутые. Если вы прям совсем новичок зеленый, поставьте себе план выйти на 3% или на 6, даже девяточку не ставьте. И вот я прописала вам план, как выйти на 6%. То есть это групповой товарооборот 450 баллов. Личная задача – сделать 150. Остается с командой 300. То есть 300 баллов на команду – это примерно 3 человека, которые пройдут первый шаг стартовой программы. По 100 баллов. Или 6 человек, которые сделают по 50, получат парфюм и косметичку. То есть, да, считайте. Или это 30 человек по 10 баллов. То есть, да, смотрите, люди придут разные, кто-то и 10 баллов сделает, а кто-то и 100, и 150, и 300. Поэтому нужно, важно фокус держать на том, что нужно начать приглашать и делать это самому активно. То есть личная регистрация. Вначале легко делать много регистраций. Согласны? Кто даст обратную связь, буду благодарна. Дальше. Все прописываете. Что сделать? Сколько стартеров? Стартер – это тот, кто только-только присоединился. Он еще не разместил заказ. Рекрут – это человек, который присоединился в этом каталоге или в прошлом и уже сделал первый заказ. Он отмечается «Р» Кью-рекрут – это человек, который прошел первый шаг стартовой программы. То есть, он сделал 100-бальный заказ за 21 день. Это «Кюшечка» мы называем. Планируем ключевых партнеров, «Планируем активность». То есть, все, расписали. Следующий шаг – нужно расписать на каждый день, какие простые, четкие действия нужно сделать. И я пишу так. Первое. Нужно сделать пост. И вы пишете здесь цифру, сколько постов в день вы разместите. Один, два или три. Почему важно каждый день постить? Потому что, если вы проявляете активность ежедневную, то социальная сеть, в которой вы работаете, вас продвигает. То есть, она видит, программка специально видит, что человек активный, его много смотрят, его лайкают, там, сохраняют, пишут комментарии. То есть, те посты, которые активны, их продвигают незнакомым людям. То есть, вас увидят не только ваши друзья и знакомые, а увидят люди совершенно незнакомые. То есть, это идет пассивное привлечение трафика. Мы пишем пост, сколько план, и через дробь, я вот так вот отмечаю, дробью делю, сколько я сделала, то есть, запланировала, сделала, отметила, сколько сториз снимать. Сторизы можно, и в ВКонтакте, и в Инстаграм. Я их дублирую, я снимаю в Инстаграм, и эти же самые потом выкладываю ВКонтакте, чтобы не делать двойную работу, я быстренько их просто переношу туда. Это буквально несколько секунд. Далее, прямой эфир. Готовы проводить? Начинайте. Начинайте общаться с своей аудиторией. Выбирайте, какие темы интересные. Можно продуктовые делать, показывать, какой-то продукт про него рассказывать. Прямой эфир может идти всего несколько минут. То есть, зашли, рассказали, показали, как вы, например, что-то купили, покажите, как вы этим пользуетесь. Поделитесь. Любая тема, которая вам близка, которая вам интересна. Диалоги. Диалоги, они необходимы для того, чтобы приглашать людей, незнакомых к себе в команду. Диалоги нужно вести очень деликатно, технично. Посоветуйтесь со спонсором, покажите свои переписки. Пусть вам спонсор подскажет. Где-то вы, может быть, давите на людей, где-то вы не додаете информацию или боитесь о чем-то говорить. То есть, спонсор посмотрит, как вы переписываетесь и подскажет вам, может быть, что-то направит. Следующих диалогов должно быть, то есть, стремиться к цифре 200. Начинаем мы с трех диалогов в день. По нарастающей. На следующий день делайте 5, потом 10, потом 15, 20. За неделю вы дойдете до уровня примерно 30 диалогов в день. Потом в следующую неделю вы доведете до 60. То есть, потихонечку вы должны привыкнуть к скорости, к темпу, потому что, чем вы больше делаете, тем это делается все на автомате. Вы сразу, в первый день, не сможете сделать 100 диалогов. Если сделаете сегодня 100 диалогов, завтра вы не сделаете уже. Вы устанете, как выжатый лимон. Нужно ко всему подходить постепенно, неспешно. Дальше мы планируем регистрацию. Почему нет? Хотя бы одну регистрацию в неделю для начала, потом две, потом три. Если амбиции позволяют, если вы работаете теплым рынком, у вас может... Так, раз, 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 я снова с вами. Так, продолжаем. Я здесь в табличке сделала набросок то, что я делаю. Здесь далеко не все, конечно. У меня и физкультура, спорт, коуч-встречи, чтение, сколько я провожу презентаций, то есть, я планирую личные встречи. То есть, у меня вот здесь написано все, что мне нужно. Еще у меня есть ежедневник, где я пишу какие-то важные моменты, чтобы не забыть. Так вот, вы заполняете табличку то, что вам необходимо сделать в течение дня. И отмечаете, сделали или не сделали. Если вы смотрите, что вы изо дня в день не делаете какое-то действие, то спросите себя, почему я его не делаю. Может быть, мне и не надо его планировать, может быть, чуть позже я к этому вернусь. Окей? Вот, дальше. Когда вы заполните эту табличку, да, вы все распланировали, так, и записывайте себе также обязательно, какие у нас проходят активности вебинары, чтобы посещать. И, как правило, у нас каждый день, кроме выходных, сейчас мы выходные все отдыхаем, лето, тепло, в 10 часов по Москве, каждый день вы можете просто себе поставить напоминание, чтобы не забыть. И вы знаете, что каждый день проходит какой-то семинар. Есть ли еще что-то дополнительное, может быть, от компании, или я провожу сейчас вот школу по Инстаграм, планирую сегодня еще один урок провести. Просто читайте чат, читайте расписание, чтобы быть в курсе, что происходит интересного в команде. Окей? Вот, ребят, если есть какие-то вопросы по составлению плана, вы можете даже желательно написать мне в личку, потому что это очень важно лично пообщаться. Все новости еще раз более внимательно. Вы можете прочитать все в личном кабинете, в разделе новости, листайте еще вниз, тут очень много интересной информации, то есть личный кабинет у нас просто шикарный. Учите новичков ориентироваться хорошо на сайте. И если вопросов нет, я вам желаю отличной недели. В следующий понедельник мы проведем планерку, подведем итоги первой недели, поздравим тех, кто достиг уже каких-то успехов, результатов, и посмотрим, что будет интересно в следующей неделе. Как-то скорректировать, может быть, планы и так далее. Если вопросы есть, пишите. Я пока здесь, запись остановлю, чтобы люди у нас не тратили время на просмотр. Вот. И если вопросов нет, всем пока-пока, до встречи, успехов, отличной недели! Продолжение следует...